Байки про байки и про байкеров Байки про байки и про байки Расскажи поподробнее Как бы не хотелось пиариться на чужом горе Поэтому произошел пожар Сгорела мастерская Погиб человек И поэтому мы на этом заостряться не будем Единственное, что я хотел сказать Что такое может случиться с каждым И если есть у кого-нибудь возможность Помочь людям То телефоны Паши и Графа При желании найти можно И если что можно И спросить ему это радио Тем более Дежевский у нас здесь Выступал неоднократно И член нашей команды Поэтому чтобы поддержать Как-то парней На самом деле Как это рассматривать Есть версии-то какие-то Я не следователь и не прокурор И все сгорело и сгорело Значит смысл в чем Если кто-то хочет пожертвовать им какие-то деньги То рассматривайте это как оберег То есть вы там свои Там любые деньги Хоть три копейки Принес деньги И это оберег от того Что тебя Господь Опредстережет Об этих неприятностей Вот Так что от вас не убудет И кстати Те деньги Которые вы дадите На благое дело Они вам вернутся Молниеносно И еще с плюсом Так что Не пожалейте Помогите Ну мы по-любому Сопереживаем конечно И всячески сочувствуем И Анатолию И родным погибшего Да Ну что поделаешь Вот бывает же Вот черт возьми Да Да Ну Одно дело пожар А тут уже Совсем другая история Ну Давай мы косвенно Отчасти В этой тематике Сегодня и поговорим Ну конечно Не столь печально уже А вообще в принципе Как в принципе Повреждаются мотоциклы И какие вот такие Фатальные разрушения Вследствие чего Могут с ними происходить Ну я как раз Хотел рассказать У нас был случай То есть покупки В Америке мотоциклов Сгоревших И утопленных Я как раз хотел Про сгоревшие Ну По понятной причине Не буду про это рассказывать Давай про утонувшие Давайте про утонувшие Да Вот Ну как-то Долгими Зимними вечерами Благодаря Известному Мотомеханику Балакешиву То есть Вячеславу Басмачу Который сейчас В Соединенных Штатах Прямо сейчас Да Благодаря Ему Значит Мы На Это сейчас Называется Копорт А раньше Было несколько Таких Аукционов Битых Утопленных Сгоревших Мотоциклов Я даже не помню Сейчас как он назывался Вот Мы купили Утопленник Через интернет Это все происходило Да Это да Все через интернет Слушай А там прямо Не без помощи Наших Иммигрантов В Америке В Нью-Йорке А как это выглядит Это прямо вот Ставки в онлайне Прямо То есть ты там Добавил 50 долларов А кто-то добавил еще Цифра выросла Или как Значит ты Спирал нужно Зарегистрироваться Получить некую Лицензию Причем В каждых штатах Есть разные Площадки Причем Название Этого Как бы Этой площадки Может быть одно А Расположенные Будут в разных местах И вот Некоторые мотоциклы В каком-нибудь Одном штате Можно Купить только С какой-то Определенной Лицензией То есть Там есть какие-то Нюансы Есть основная Площадка Причем Ты как бы Вроде торгуешь На Вот А мотоциклы Едут с разных сторон И от того Чем дальше Ты от Нью-Йорка Вот если ты Отправляешь В Нью-Йоркском порту Или В Лос-Анджелесе То есть Чем ближе Ты купишь Тем меньше Чем ближе К чему? К пароходу К пароходу Тем дешевле Тебе будет доставка То есть Ты можешь Мотоцикл Выиграть дешево Но заплатить За него Тысячу долларов За доставку А можешь купить Вроде бы и дорого Но мотоцикл В 70 километрах И тебе это обойдется В 150 долларов Доставка То есть И ты можешь на этом Сэкономить Поэтому Когда ты начинаешь То есть Допустим Иммигранты И иммигранты Дают тебе код Чтобы самим Не мучиться Ты сам Торгуешься Ставишь Вот в этом Мотоцикле Слава Нажимал На кнопочки Тогда еще Потом Мы Завелись Своими друзьями И тоже Сидели И там Сами играли Там эти ставки Делали Ну такая Азартная штука Вот То есть Там Как Сходное С покером То есть Раз В какой-то момент И останавливаюсь А там еще Есть хитрая Такая история Ты Ты выиграл Мотоцикл Вроде дешево И думаешь Ну все А потом тебе приходит Письмо Дорогой друг Владелец Страховая компания Считает Что очень дешево И если Вы добавите Тысячу долларов То она готова Вам отдать А если Не добавляете То на следующий день Мотоцикл Опять На аукционе И иногда Ты можешь Три раза Биться Биться И все время Ты выиграешь И в конце концов Они тебе его Потом все равно Отдают Вот Ну и что Такая Вот очень Похожая история С этим Сгоревшими Ну в смысле С этими С утонувшими Да Значит А чем Хороши Утонувшие Мотоциклы Он как Огурчик На фотографии Это абсолютно Там Растворяется И сколько Он проехал Неизвестно В смысле Все это В мозгу Все растворяется Да Об этом позже Да Об этом позже Значит Существует Несколько Видов Утопленных Мотоциклов Есть Утопленные В пресной Воде И есть Утопленные В соленой Воде И В этой Номенклатуре За которую Ты бьешься Там написано Соленая Или пресная Вода Это важный Момент Да Это очень Важный Потому что При соленой Воде Уничтожается Очень много Чего При пресной Меньше Еще есть Высота Утопления И лучше Конечно Каким-то Способом Выяснить Откуда Он Есть Мотоцикл Утопленный По мотор В общем Мы такие Разбирали Пол подшипника Сгнивший А пол подшипника Целых То есть Он не до конца Если он На 2 см Ниже Утонул То есть Он считается Утопленным Надо масло Менять Но у него Мозги целые Фары целые Приборка целая Все целое Но он считается Утопленным Допустим Пол колеса У него Ржавых А пол колеса У него Больше половины Целые То есть Не до конца Утопленный Пол утопленный И тоже Очень важно Сколько он Пробыл В соленой воде То есть Его утопили И он там 2 дня Простоял Или утопили А он там 2 месяца Плескался От этого Очень сильно Все зависит Короче Мотоцикл Приходит Наконец-то К нам Красивенький Все Мы его помыли И почистили Это который вы покупали С бусмачом Я себе его покупал Он это Софтейл 2003 года Все отлично Но колено Не вращается Все Все Предохранители Сгнившие Куда их Вставлять Тоже все Сгнившие Все Рулехи Сгнившие Двигатель Как огурчик Но коленвал Не вращается Смотрим В свечку Блестит Блестит Алмазами Туда камеру Вставляем Просто Бриллианты То есть Сама камера Сгорания Все окей Ржавчина Нет Ты камеру Засовываешь Лампочка Светит Там бриллианты Светятся А значит Соль Да Но выглядит Как бриллиант Сталактиты Да Ну все Скидываем Бошку Вот А там Значит 2 сантиметра Зеленовато Белой соли Все Как по фэншую Там вообще Ну естественно Водичкой Размываем Все это Вытаскиваем Но это на выброс Да Значит Ну как на выброс Значит Там где была соль Коррозирует Внутренняя часть Цилиндра Цилиндр Этот Гладкое Такое С хоном Оно там В язвах Становится Ну не очень Больших Чугуней Все таки Поршень Тоже Коррозирует Тоже Не очень Сильно И тоже В принципе Не так страшно Это В принципе При всем При этом Даже можно Завести Но Чтобы было Все по фэншую Естественно Сняли Цилиндры Купили Высековские Поршня То есть Разобрали Плюс Надо этот И тюнинг Сделать 550 долларов Комплект Прокладок И поршней С кольцами Висековские То есть Они Меньше Легче То есть Крутящий момент Лучше Получается В общем Без замены Мозгов Причем Самое смешное Мозги Остались Живы Вот Без замены Мозгов То есть И без Чиптюнинга Мотоцикл Стал просто Вот Если на таком же Точно едешь Он более вялый А этот Такой стал Резкий На подхвате Вот Значит Все проточили Все ушло Поршня встали У меня до сих пор Эти поршня Лежат Один прошень Даже пришлось продать Кому-то было Очень сложно Как сувенир Нет А тот который больше Там значит В одном почему-то Был Была соль В втором Почему-то не было Но все равно Было проточено все Поменены два этих Вот Значит В дальнейшем Потом То есть Чуть-чуть поездили Но смысл в чем Масло сливаешь Оно оранжевое То есть Все подшипники Мертвые В конце концов Кончилось тем Что опять разобрали Поменяли все подшипники Ну когда уже Все пришло Естественно Автоматически Все сальники И все прокладки Благо Харлей Быстро разбирается И все Все для него Есть И все для него Есть И все это Недорого стоит В общем После того Как все Заменили А при этом Он когда заводился Он шумел Он такой Благородный шум У него Появлялся Он такой Дополнительный Кого не было Такой подвижаешь Классно У тебя как-то шумит Так по моднам Турбина Когда все это поменяли Но в конце концов пришлось И поменять Косу Но вот на удивление Мозг и блок ТСМ остались живы После того как поменяли косу Мотоцикл стал абсолютно целым Прекрасным И уехал в Москву Давай тогда подведем итог Значит ремонт обошелся во что? Что пришлось поменять? Все внутренности? Пришлось поменять все подшипники Все что вращается Все естественно отмыть Поршневую поменять Проводку пришлось поставить бэушную Потому что То есть ты вот так едешь Едешь все отлично Но я на нем целый год ездил Пока не избавился от всего этого Потому что так продавать мотоцикл нельзя И ты едешь И в двух раз И он не едет Да он что-то раз заглох Все Ты крутишь аккумулятор То есть там где-то раз Масса отгнила Ты нашел Опять сделал массу Вроде опять заработал И вот так вот ты все время Ездишь То есть на своем опыте Вернее Сам проверял Посредством ежедневной езды Выявлял неисправности И устранял Да После этого Я больше утопленников не брал Ну наверняка Историй Наверняка Грунг Но люди брали И потом мы Вот как раз Мы столкнулись Вот с этими Не полностью утопленными До половины утопленными Полностью утопленные И люди Когда покупают Думают Сейчас я там Предохранители поменяю Аккумулятор заменю И поеду Не получилось И тогда вот в мастерскую И вот Уже Мы уже чужие Но первый опыт Был этот мой Это было лет 15 назад Алексей Марченко В эфирной студии Мы сегодня говорим О мотоциклах-утопленниках Которые Стоят дешево Их часто приобретают В Соединенных Штатах Например Ну в других странах Потом Когда Мотоцикл Все-таки приезжает Уясняется С ним Сколько Всяких разных Там Удивительных Неисправностей Внутри И Как с этим бороться Вот примерно Об этом мы сегодня говорим Об внутренних повреждениях Невидимых снаружи То есть снаружи Все вроде красиво Колеса Там Сидения И оказывается Вот я не знал Например этого Что Утопленность Она тоже Оказывается Разделяется На какие-то там степени Да То есть есть там Половина колеса Если там По мотор По сиденью Ну наверное По разному Да Все-таки Ну это же не из моря Достают прямо уж Совсем Да Паром Затонулся Оттуда водолазы Достают мотоциклы Я не думаю Что этим занимаются А вот то что Наводнений масса В Соединенных Штатах Это правда И как наверное В Японии Тоже всякие разные Там эти Погодные условия Вот собственно Это тема Сегодняшнего разговора Итак продолжаем Свой мотоцикл Который вместе С бусмачом Алексеевич Приобрел Про него Мы рассказали Может быть Что-то еще Добавишь Но наверняка Были случаи Еще и Видимые тебе Со стороны Так сказать Да Да Если приборка Не показывает И залита И уже там Хрусталики Соли То значит Он утонул Полностью Значит И в бензобаке Естественно И во всех Фильтрах И тогда Ты еще попадаешь На все фильтры Хотя Если бензобак То есть Попадались Мне такие Мотоциклы В которых Был стерильный Абсолютно бензин И туда Как-то Влага Не попадала Хотя Приборка Вся То есть Был целиком Под водой Но при этом В бак Ничего не попало Да Бывали такие А бывали То есть Видно Может Неправильно Закручены А бывает Что в баке Еще соль И тогда Там уже Ржавчина Там еще И с баком Надо бороться В общем Получается Что коррозирует Ведь Наверное Вообще Очень много Что И тормозная Наверное Система Всякие Трубочки И в амортизаторы Наверное Как-то там Проникает Естественно Тормозуху всю Надо менять По-любому То есть Но Честно говоря Вот в моем Все тормозные цилиндры Не были поврежденные То есть Все было нормально То есть С тормозами Сильно Заржавели Тормозные диски Они сильно Заржавели Их пришлось Специально Обрабатывать И Счищать все В ноль Ну а потом Они стали Блестеть Красивые Нарядные Ну когда Счищаешь Ты же Их еще И уменьшаешь И в толщину Ну Не сильно Что бы ты Посоветовал Людям Которые Вот присматривают Себе Такой утопленный Мотоцикл Ну это Наверное Даже второй вопрос А первый Действительно Ли Вот что Что за цена Получается На такие мотоциклы Может она Вот смотрите Если вы Видите Битый мотоцикл Да То вы Прекрасно Понимаете Что Ага Здесь скорее Значит Фара Переднее Перья Колесо Сразу видно Ну там На фотографиях Видно Что вроде Рама Более-менее Целая Ну может быть Еще парочка Каких-то Скрытых штук Что будет С утопленником Вы не знаете Вообще И конечного Итога То есть Мало битый Мотоцикл Вы можете Откалькулировать Ну хоть как-то И даже Сильно Продвинутые Они Заказывают Уже Битые Сразу Ну то есть Там видно Что перо Треснуло Уже На фотке Видно Значит Сразу Два новых Пера Уже покупают Там Сальники Покупают Уже масло Уже Там Фару Подготавливают Ну а дальше Уже Как пойдет Если что-то Там не получилось Значит Ага Обод Уже Загнулся Лопнул Значит Ступица Вроде живая Значит Новые спицы Новый обод Там Или Новое колесо Уже И все это Идет Чуть ли не С мотоциклом И Были такие случаи Что прямо Тебе упаковывали К мотоциклу Правда Там с таможни Начинались Какие-то Ну в общем Нормальные Такие Уже Продвинутые Парни Они значит Их получают И уже Как-то Бам-бам-бам И уже На ногах Стоит Потому что Первое Даже его Сгрузить Это целая Проблема Сильно битый Мотоцикл А потом Его еще По мастерской Или там По гаражу Катать То есть Лучше Накидать на него Сделать его Движущимся И Может даже Что-нибудь Понять Вот И Есть шанс То есть Как бы Заказывать Нужно Август Сентябрь Октябрь Это край Ну Ноябрь Это Ну вообще Уже край То есть Если вы Закажете Допустим В августе Он вам придет На новый год И К началу сезона За три месяца Вы его По-любому Почините Если вы Его Естественно В ноябре То он придет В марте А то И Ближе к маю А вам еще И восстанавливать Надо А вы Блин Все ждете Когда я Сейчас Его разберу А потом Закажу Запчасти Которые Через два Месяца Придут И все И вы Сезон Профоли Слушай А сколько Стоит Вот Например Утопленный Мотоцикл И рядом Стоит Такой же Неутопленный Вообще Вот все Неповрежденный Ну этого же Года Десятилетний К примеру И Десятилетний Скажем Стоит Ну не знаю Там Десять тысяч Долларов А утопленный Стоит Там Тысяч Значит Как Устроена Там Система Там Значит Очень Просто Выходишь На Копорт Мотоцикл Там Харли Дэвидсон Спринджер Там FX Сейчас FX STS Допустим Значит Там Спринджер Вот это Зачем Сейчас Вот Конкретно Приводишь Не важно Не важно Вот Написано То есть Они Пишут Абревиатуру По которой Там Чтобы Там Писать Эти Все Названия Они Они Просто Абревиатуру FXBS 2018 Год Все Вот Там Не пишут Стритбоп Там Написано Значит В Этой Рамочке Написано Цена На Данный Момент А Оценочная Цена Целого Мотоцикла Написано Целого Целого Написано 15 тысяч Долларов Для чего Это написано Чтобы ты Когда Играл На Аукционе Понимал За что Ты Бьешься И Есть ли У тебя Дельта И Этот Мотоцикл Не сможет Продаться Дороже Чем В пол Цены Ну И Не сможет Продаться Дешевле Этой Цены Вот такая Американская Разводка То есть Если написано Что Мотоцикл Не дороже Я понял А дешевле Не понял Если Мотоцикл Стоит 10 тысяч Долларов То ты Его сможешь Купить За 5 тысяч Долларов А если Ты Покупаешь Уже За 5 тысяч 100 Долларов Ты Переплачиваешь Ты Попал В аукционную Эйфорию И Ушел С нормальной Цены А если Ты Продал На 100 200 Купил На 100 200 Долларов Дешевле То ты Молодец Но Чаще Всего Но если Ты Неожиданно Купил Вместо 5 тысяч За 4 тысяч Долларов То 100% Тебе Придет Письмо Что Мы Отдать Его Не можем И еще Раз Надо Участвовать В аукционе Вот такая Фигня Ничего Не понял Мы Сейчас Повторим Поэтому Битый Мотоцикл Не Битый Мотоцикл Утопленный Еще Какое-то Повреждение Цена Будет Одна и Та же Цифры Уже Там Написаны Прямо И цифры Для сравнения Такого Неразбитого И Вот этого Поврежденного Тоже Цена Есть Ты Сам Вычисляешь Там Написано Что Этот Мотоцикл В хорошем Состоянии Стоит Такую-то Сумму В среднем Это не конкретно Этот Такой же А начинается Он допустим С 50 долларов И понеслись Это ставить ставки Только В чем прикол Значит Вот допустим Куча людей Которые Которых Ограничены Технические Возможности Ну Свой гараж Естественно Все мотоциклы Которые Он может Починить сам Они уходят Чуть дороже И Быстрее Их очень трудно Купить Потому что Желающих Очень много Там В Америке И в Америке Слушай Ездил по всем Бывшему соцлагерю Они все покупают Начиная Чехия Прага Чехия Словакия Болгария Все они покупают Битые американские Мотоциклы Их сами Чинят И еще и продают Все занимаются Одним и тем же Вся Прибалтика Вся Россия Вся Украина В Казахстан Ну так вот Получилось Вот И поэтому Чтобы оперировать Этими штуками Значит Очень трудно Купить Мотоцикл Малобитый За хорошие деньги Вот Следующие Идут мотоциклы Которые стоят В принципе Почти столько же Сколько эти Малобитые Но На них Желающих Меньше То есть Их могут купить Только те люди Которые обладают Стапелем Которые обладают Там Какими-то Возможностями Более расширенными И дальше Значит Стоит мотоциклы Которые Никто за них Не хочет браться Ну Люди Считают Да не Ну это все Просто не выгодно Это не выгодно Да И вот чаще всего Вот Может повезти Что ты можешь Сильно битый Купить за очень дешево Но в чем прикол Нам подарили Мотоцикл Один Нью-Йоркский Эмигрант Который Был Чемпионом России По мотоболу Ну в составе Какой-то команды И туда Иммигрировал И так как он На мотоцикле В России ездил Там купил мотоцикл Он долго у него стоял Это Сибирь Сибирь 550 Из которой мы потом Кафе Рейсер сделали Он бесплатно Сказал Что просто Приедьте Заберите И все Мне ничего не надо Мы вызвали туда машину Заплатили за машину Погрузили на пароход Заплатили за пароход Заплатили Ну за контейнер Там за часть контейнера Потом Растаможили Потом значит Брокеру таможенному Потом В общем В общем Он достался нам Недешево Скажем так То есть Вот цена Вы купили мотоцикл За 5000 долларов Значит Вот эти все Накладные расходы Вместе с таможней Будут еще 5000 То есть Он к вам приедет За десятку Но здесь Такой стоит Двадцатку Например И тогда Смысл есть А если он стоит Десять с половиной Здесь Да То пока вы идете И платите Вот эти все Доллары Евро Фунты Стерлинги Передать туда Переправить туда Деньги С вас сняли Волноваться Еще Волноваться Все в рублях Потом приезжаете Он сюда приезжает А он уже стоит Дешевле Чем То есть Уже на автору Они стали стоить Дешевле А тебе он уже Достался дороже Чем Еще тебе восстанавливать Единственное утешение Без пробега по России Единственное утешение Без пробега по России Кстати Без пробега по России Значит Я Ехал на мотоцикле 2002 года По Америке На нем было 70 тысяч миль Это многого Это очень много Угу Вот В нем был Изумительный ремень Изумительные шкивы И вот эта вся ходовая Была изумительная Там амортизаторы Кончились Ну и надо Там было масло Поменять А когда У нас Покупают У дилера Мотоцикл И он проезжает 30 тысяч Километров То шкив Оба шкива 40-50 Ну в зависимости От того Кто ездил Ну Если ты поехал Там В Монголию То сам понимаешь Что у тебя Вот это все Надо будет На следующий год Менять Поэтому Без пробега по России Это имеет Это тоже Лукавое Ну да Ну что Давай Подведем итог Есть ли смысл Нет ли смысла Покупать Черт и где далеко Мотоциклы Я всегда говорю Если люди Любят азартные игры Это их Вот То есть Ну Здесь Какой плюс Ты сперва Отправил Деньги За выигранный Мотоцикл Потом посидел Потом отправил Деньги Значит Прошло два месяца Или три Он приехал в порт Отправил за таможню Кредит уже не надо брать То есть По сути Ты продал Свою Хонду Отправил Деньги За Хонду И пошел Дальше работать Пока Хонда превратилась В Харлей Софтейл 2005 года Он доезжает До таможни А ты уже За три месяца Что-то заработал Ты уже за таможню Отдал Там еще Он там недельку Постоял Потом тебе звонят Говорят Слушай За транспортировку Из Владивостока Допустим До Питера Двадцатку пришли Авантюра И ты Короче По чуть-чуть По чуть-чуть По чуть-чуть Вносишь деньги Потом приезжает Тебе Полуразбитый мотоцикл Естественно Ты опять пошел На работу Немножко поработал И начинаешь Покупать запчасти Потом приходят запчасти Ты их устанавливаешь И у тебя получается Мотоцикл за миллион Или за 700 тысяч Или за 800 Но ты Не брал кредита Не платил И вот это Вот это Всех подкупает Единственное Что все от тебя ушли Жена Дети Умерли с голоду Все Потому что Ты все отдаешь На таможню На доставку Ну в общем да Но это лучше Чем пропить Это Вне всякого сомнения Да Ну что ж Будем Подведем тогда итог Что покупка Неисправного мотоцикла За границей В Америке В основном Это дело авантюрное Но в некоторых случаях Оно того стоит Да Но ты целую зиму Ты в курсе У тебя что-то происходит Адреналин Адреналин Повезет Не повезет Все Все доброе Да Действительно До следующего четверга Спасибо большое Это была программа Байки про байки Мы говорили О покупке мотоцикла Неисправного За рубежом Алексей Марченко Спасибо Счастливо До свидания Все доброе Пока Вы слушаете Моторадио Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова